СИБИРСКИЙ НЕФТЯНИК Совместно с Минспортом Омской области провели игры уже в 36-й раз. Историей возникновения соревнований поделился Сергей Ещенко. История их проведения идет с 1980 года. Впервые их провели на базе отделения нейрореабилитации Омской областной клинической больницы по инициативе врачей, которые восстанавливали больных с повреждением позвоночника, со спинальными травмами. С 20 участников на первых играх соревнования выросли до 250 атлетов, ведущих активную спортивную жизнь. Примечательно то, что основная особенность спартакиады – привлечение к участию именно сельских жителей. Это спартакиады, это своего рода такие мини-паралимпийские игры для людей, живущих в отдаленных сельских районах. Поэтому вот и форма приобретается для них, и большое спасибо главам муниципальных образований, которые видят эту проблему и помогают. И транспорт выделяется, они сюда приезжают, размещаемые здесь в комфортабельной гостинице. И, в общем, стараемся как можно больше внимания уделить этим людям. В течение трех дней проходили соревнования в таких видах, как легкая атлетика, дартс, настольный теннис, плавание, армспорт, пауэрлифтинг, стрельба из пневматической винтовки и шахматы. Вот какой вид спорта для вас более серьезный, которому вы готовитесь тщательно? Ну, вы знаете, я люблю силовые виды спорта. Это пауэрлифтинг, это армрестлинг. И стремлюсь достичь каких-то значимых результатов в этих видах. К тренировкам как-то особенно готовьтесь, да, к соревнованиям? Да, конечно, я к этому основательно готовлюсь. То есть я посещаю в Исселькуле спортзал. У нас есть тренер, который с нами занимается. И мы там ежедневно, ну, как бы регулярно посещаем тренировки. Стремиться вперед и верить в успех сельским атлетам еще больше помогало присутствие на соревнованиях спортсменов международного уровня. Если мы выступаем на международном уровне, то люди подходят, спрашивают, интересуются, какой результат, как лучше выступить. Ну, спрашивают там подсказку. Ну, и вообще, на сегодняшний день 25 районов здесь собрались, скажем, для кого-то это спорт, не просто отдых, а соревноваться, показывать высокие достижения. И, возможно, эти ребята в будущем попадут в паралимпийскую сборную, будут выступать тоже на международном уровне. Ежегодные спортивные игры среди лиц с ограниченными возможностями здоровья для этих спортсменов действительно являются чем-то очень ожидаемым и значительным. Они без стеснения называют областную спартакиаду паралимпийскими играми, а себя – настоящими паралимпийцами. Ну, я принимаю здесь уже, как, на 33-х начало паралимпийских игр, на 30-е место я взял тоже по шахматам. 34-е я пропустил, 35-е, сейчас 36-е, по-моему. Вот я взял первое место, кое-как достиг, чего хотел. В итоге упорной борьбы сильнейшие в своих видах атлеты заняли главные ступеньки пьедестала. Но самое главное на этих соревнованиях для представителей своих районов то, что зачетные очки принесут дополнительные баллы командам на главном летнем спортивном празднике Королева спорта 2015, которое пройдет в этом году в Тюкалинске. 13 только видов у нас будет в Тюкалинске, поэтому все остальные виды пройдут. Иконные соревнования, конечно, будут на ипподроме проходить. Поэтому все районы готовятся, и в этом году, тем более посвященные все мероприятия нашей 70-летию Великой Победы, конечно же, будет борьба среди районов, в которых мы стараемся помогать. Помогаем и оборудованием, помогаем инвентарем, помогаем, строим сейчас в Тюкалинске новую беговую дорожку, строим новый стадион. Поэтому есть толчок огромный нашего сельского спорта, чему мы рады. Тюкалинске нового сельского спорта. Тюкалинске нового сельского спорта.